Идем дальше. Беларусь и Запад. Служба безопасности Украины установила, что Россия планирует втянуть Беларусь в полномасштабную войну в Украине. Служба безопасности Украины получила разведданные, что Россия планирует осуществить теракт на Мозорском нефтеперерабатывающем заводе под чужим флагом. Под видом прибывших в Беларусь вагнеровцев диверсионная группа эскадровых военных, сотрудников спецслужб Российской Федерации, занимается подготовкой провокации на НПЗ. После теракта Россия планирует обвинить в этом Украину, чтобы таким образом создать казус Белли для Минска. Ну, как вам кажется, идет разработка такой истории? Ой, разработка такой истории, Матвей, я даже не знаю, сколько лет идет Путиным, но могу точно сказать по признакам, которые были. А вы помните, когда Путину надо было избираться на очередной срок? Ну, как избираться? Типа переназначиться. И красивая идея у него в голове, это еще до широкомасштабного вторжения, красивая идея у него в голове была создать общее государство с Беларусью, новая конституция, пожалуйста, выборы. То есть идея Путина уже не только фактически, а юридически поглотить Беларусь, конечно же, она никуда не делась, она никуда не ушла, она до сих пор продолжает, он продолжает пытаться ее реализовать. Но здесь на пути у него встает фигура хитрого, очень живучего и любящего власти деньги Лукашенко, который, будучи таким же самым преступником военным, как и Путин, и диктатором, он очень хорошо понимает, что ему нужно сохраниться и выжить. А если он позволит, собственно говоря, полное поглощение, то сохраниться ему не удастся, то есть он уже Путину и нужным совершенно перестанет быть. Поэтому мы видим, как вот шаг за шагом петля на шее Лукашенко, которую одел на него Путин, она как, знаете, так вот чуть-чуть затягивается, у нее все меньше и меньше воздуха, затягивается. Я не знаю, что мы в финале увидим, потому что Лукашенко очень живучий персонаж и периодически он способен на какие-то кульбиты политические. Не знаю, насколько хватит у него прыткости в этом случае, потому что все-таки видно, насколько он постарел и здоровье его, это видно, да, в последнее время, видимо, пошатнулось. Но тем не менее, нам же до сих пор непонятно, это вся история вообще с вагнерапцами, с мятежем Пригожина и с тем, как и для чего они оказались в Беларуси и для чего Путин отвел такую роль Лукашенко, когда, ну, по сути, после мятежа, типа, все в коричневой субстанции, а Лукашенко весь в белом, главное, кто, типа, смог разрулить и померить. Но, вот как мне сказал Владимир Осечкин недавно в интервью, очень интересно, он говорит по нашим инсайдам, ну, им же постоянно на горячую линию, булагу нет, звонят разные люди, вот в том числе вагнеровцы. Это еще было до того, когда Лукашенко сказал, что вагнеровцы собираются в Беларусь, что там СМИ начали об этом писать, вот он мне об этом сказал интервью, говорит, вот буквально сегодня утром вагнеровцы стали звонить, уже несколько человек позвонило и говорят, мы не знаем, что делать, что будет, но нам дали задачу готовиться к операции, как они это называют, в Польше, то есть туда к выторжению, по сути. Осечкин говорит, а я теперь анализирую, что это может быть, для чего Путину это. С одной стороны, он человек очень мстительный, человек, это я сейчас для него громко, тварь и скотина, и он таким образом может просто уничтожить вагнер, потому что, ну, понятно, если вагнер попытается зайти в Польшу, страна НАТО, ну, их просто растопчет и авиация, и все остальное, и он привел пример, помните, как еще до широкомасштабного вторжения в Сирии ситуация была, когда вагнеровцы просто с неба в пыль разбомбили, и никто из Путин не пришел на помощь, он даже это отрицал, то есть, понятно, мясо, которое в расход пустили, и все. Здесь он говорит, я таким образом считаю, что просто он оттянул эту месть, подаст ее чуть-чуть остывшей уже, и таким образом уничтожит партнер с одной стороны, с другой стороны он может попытаться сыграть, смотря как вырулить, и тем, что типа Лукашенко уже в этом участвует, раз они были типа с ним и под ним, и тем, что покажет, опять же, Европе и НАТО, что он ничего не боится, а с другой стороны может показать, смотрите, а это же они отбиты, это Пригожин, который против меня пошел, так вы лучше меня, опять же, поддерживайте, чем его, видите, это же не то, что я его контролирую, вот он такой супертеррорист. Ну, посмотрим, что из этого будет, довольно любопытно. Россиян спросили, теперь опросы, россиян спросили, где они отдыхали, и были ли они когда-то за границей? Вот, давайте посмотрим, что происходит. Вы уже успели где-то отдохнуть, может? Не, я только собираюсь. Куда хотите поехать? Крым. Без комментариев. В каком совете отдохнем, да? Конечно. Ну, наша жизнь так устроена. Что, пока молодые, можно и работать. А потом можно умирать в старости уже, ну, сами знаете, вы постарше. Мне больше Кострома нравится, не за границей вообще никак. Были хоть раз, сас. Бывал, да, но не понравилось. Ну, то есть не за границей, а в Сочи. Вон на даче, хорошо отдыхаю. Да. И куда они ездили? Нет, в отпуске сейчас. Ну, там Турция, Египт, ты же. Ой, а на что ехать-то, на мою пенсию в 13 тысяч? Чего? Откуда такие цифры-то? А вот оттуда, вы думаете, у нас какие пенсии? 1025, может? Нет, 13 тысяч, 13, 200 с чем-то. Вот такие вот, милые. Так что, дальше вот этого магазина не дойдешь. Хорошая фраза, дальше этого магазина не дойдешь. Одновременно мы решили спросить украинцев, где и как отдыхали они, бывали ли за границей. Это наш опрос. Давайте посмотрим. Недавний опрос показал, что россияне мало путешествуют и не знают географию даже своей страны. Мы спросили украинцев, какие государства они посещали. Да, я ездила за границу, как и все. Турция, Египет, все. Туристические страны, Египет, Турция, еще Италия. Больше я нигде не был. Нет, в планах есть, но пока что это лишь планы. Хотела бы съездить к подруге в Германию, к другой подруге в Словакию и по собственному желанию в Амстердам. Да, конечно. Как и многие, я выехала со своим сыном. Мы были в Португалии. Там очень дешевые внутренние авиалинии. И можно, например, из Португалии до Дании за 9,99 евро слетать туда и обратно, если спланировать. Есть и по 14 евро в Италию. Мы во Францию пару раз ездили и даже в Монако. Они совершили очень много путешествий внутренних. Так, для утешения бежали. Может быть, из какой-то депрессии. Несмотря на то, что было не очень удобно, когда думали о том, что происходит дома и о тех людях, у кого не было такой возможности. Да, где именно был? Да много где в Европе, в Греции, Турции, Альпы. После этого не ездил. Я очень много где была. Перечислить? В Америке, в Африке, в Индонезии, в Испании, в Италии. Много где. Я даже не вспомню. До войны успел? Да, было. Последний раз в Хорватии был. Еще был во Франции, в Черногории и все. Я жил 20 лет за границей, в Праге, а в 21-м году вернулся назад в Украину. Сейчас здесь. Ну и как-то не хочется никуда ехать. Украина – это Украина. Ну, не знаю. Знаете как? Возможности по одежке протягивая ножки. Ну, не знаю, нужно ли осуждать россиян, что они никуда не ездят. Они никуда не ездят, вот как эта женщина сказала. Потому что на 13 тысяч-то куда поедешь? Понимаете? Да и страна далеко. Ну, их нужно осуждать не за то, что они никуда не ездят за границу, а за то, что они, получая 13 тысяч рублей, даже не знаю, сколько это в гривнах, продолжают поддерживать Путина, который, собственно говоря, им эту жизнь и организовал в 13 тысяч, с невозможностью куда-либо выехать. Поэтому тут же всё это следствие каких-то событий, результатов чего-то. Вот этот уровень жизни является прямым результатом того, что уже 23 года, мы не считаем срока Медведева, у власти, ну, больше даже, если считать до 2000-х, когда уже Путин, собственно, начал приходить к власти, у власти в России находится один человек. Как сказала Алиса, моя дочка, которой вчера было 7 лет, и Дима записал с ней, ну, мы сначала думали домашнее просто интервью, потому что она очень смешная сейчас в этом возрасте, а потом оно такое, знаете, трогательное получилось и милое, что решили выставить, потому что, ну, многие дети сейчас вот в таком, ну, многие родители увидят своих деток. Так она говорит в интервью Диме, «Папа, ну, у Путина же срок годности прошел давно, почему он у власти? У срок годности же 5 лет, а он уже просроченный». А он говорит «А ты знаешь, как зовут президента России?» Она говорит «Конечно, Владимир, а фамилия у него говно». Он говорит «Может, Путин?» Она говорит «Нет, Владимир говно». Ну, суровая какая-то такая история. Ну, какая жизнь такая история.